Сегодняшний мой доклад будет посвящён теме телесности в психотерапии, и я буду очень рада, если вы будете задавать вопросы. Почему я выбрала такую тему? Но на самом деле вопрос телесности в психотерапии до сих пор достаточно дискуссионный. Есть направления, которые в целом практически исключают работу с телом. Есть направления, которые включают работу с телом исключительно на уровне неких переживаний людей, что человек думает о своём теле или что он о своём теле чувствует. Есть большое количество направлений, где тело включается в работу очень интенсивно, и клиенту предлагают делать различные телесные упражнения, какие-то телесные практики. И понятно, что нам очень сложно всегда оценить эффективность психотерапии в целом. Исследования, которые на эту тему есть, они довольно противоречивы, и есть исследования, которые показывают эффективность какого-то одного направления по сравнению с другими. А есть исследования, которые говорят о том, что на самом деле метод терапии играет гораздо меньшую роль в сравнении с личностью терапевта и тем стилем терапии, который он предлагает. И, естественно, мы никогда не можем провести такой качественный эксперимент, чтобы взять контрольную экспериментальную группу одних и тех же людей. Сначала они пройдут терапию, потом мы отменим их. Они как бы её не прошли, и, в общем, сравним результаты. И всё это понятно, что это очень можно долго обсуждать. Но я на самом деле считаю, что телесный аспект в психотерапии должен быть рассмотрен, поскольку через это тело мы живём, и, наверное, нельзя найти ничего в нашей жизни, что бы мы делали без включения тела. Другой вопрос в уровнях этого включения, этого аспекта телесности. И как раз-таки здесь, мне кажется, может быть, у вас тоже есть какой-то опыт как специалистов или свой собственный клиентский опыт. Мне видится, что есть несколько уровней. Если мы говорим о человеке, который обращается в психотерапию с какими-то сложностями, связанными с его, например, взаимодействием с другими людьми или с его какими-то переживаниями, связанными с таким самосовершенствованием, то, что касается какого-то духовного аспекта, то, возможно, уровень этой телесности в психотерапии будет представлен минимально. То есть, безусловно, мы говорим о том, что мы работаем. Мы можем говорить о неком минимальном включении телесности в терапевтический аспект. То есть мы можем с клиентом в какой-то момент поговорить о том, как он самопрезентирует себя через телесность и как это ему, например, помогает или мешает в жизни. Но аспект телесности не становится главным, он не становится ведущим в нашей терапевтической работе. И так как помимо того, что я психолог, у меня есть еще образование методиста по лечебной физкультуре, и поэтому я, в принципе, могу сказать о том, что нет ни одного взрослого человека, у которого бы с телом все было абсолютно в порядке. То есть мы всегда можем найти какие-то аспекты, связанные с движениями, с какими-то телесными паттернами, мышечными зажимами. Но вопрос в том, насколько это нужно тому или иному клиенту. В конце концов, мы живем в наших несовершенных телах, проживаем нашу несовершенную жизнь и можем на протяжении всей этой жизни об этом не задумываться. А другой вопрос, если мы говорим о другом уровне включения вот этого телесного аспекта, он, конечно, возникает, когда человек жалуется на какие-то сложности, во-первых, связанные со здоровьем, во-вторых, связанные с его какими-то более близкими, интимными, сексуальными контактами и непосредственно с аспектами внешности. Мы сегодня будем говорить на круглом столе, который будет позже, о том, что у нас тело очень определенным образом относится к... общество очень определенным образом относится к внешности людей, и у нас все время есть какое-то огромное количество посланий про то, как мы должны выглядеть, как должны выглядеть отдельные части нашего тела, как это все должно совмещаться, кому-то предъявляется больше требований, кому-то меньше. Но когда вот эти вопросы появляются в терапевтическом ракурсе, когда у клиента есть переживания, которые звучат примерно так, что я не могу построить отношения, потому что с моим телом что-то не так, я недостаточно худой, недостаточно толстый, недостаточно молодой, недостаточно старый, вот здесь вот, конечно, для меня в терапии разворачивается вот это вот поле работы с телесностью, потому что тело становится таким как бы источником бед, и вот эти вот телесные проблемы, что с телом что-то не так, из-за этого я не чувствую себя счастливым, это становится фокусом, и тут уже без работы с телом нам никуда не деться, поскольку мы будем иметь дело не только с эмоциональными переживаниями относительно телесности, но и с тем, как это тело ощущается. И, конечно, здесь уже в нашей терапевтической работе появляются различные практики, например, повышение телесной осознанности, телесного сканирования, расслабления, ощущения себя. И на самом деле мы будем очень много говорить о том и работать про то, что независимо от того, какое тело у нас есть, мы можем чувствовать себя в нем счастливыми. И мы можем видеть людей с неким идеальным телом, которые испытывают очень много боли и страданий, и можем видеть людей, которые совершенно не попадают в рамки каких-то идеалов, но при этом явно чувствуют себя счастливыми. Я очень часто привожу пример своим клиентам. у нас есть в переходе, когда идешь от метро к одному из наших филиалов, там есть мужчина, он просит милостыню. И у него полностью отсутствуют ноги, он передвигается на инвалидной коляске. При этом я несколько раз, ну, поскольку когда ходишь часто уже, начинаешь здороваться, и он каждый раз в таком очень благодушном состоянии духа, и как-то я шла какая-то немножечко замороченная своими мыслями, и он меня окликнул, говорит, что, говорит, настроение плохое, смотри же, там птички поют, весна, типа выше нос. И вот эта вот история, когда человек, у которого тело совсем не укладывается, да, вот в рамке какого-то нашего понимания здоровья и благополучия, явно переживает как-то очень много моментов счастья. Я иногда использую это в терапевтической работе. Я рассказываю клиентам об этом, о том, что действительно независимо от того, какое тело у нас есть, мы можем чувствовать себя счастливыми уже от самого факта проживания жизни в этом теле. И это такой вот как бы второй по степени вмешательства уровень в телесность, который мы берём в терапию. А следующий уровень для меня уже гораздо более такой сильный, более интенсивный, когда мы имеем дело не просто с переживаниями человека, о том, что с его телом что-то не так, а когда мы уже имеем дело с какими-то серьёзными телесными повреждениями. Либо это самоповреждающее поведение, когда человек что-то делает со своим телом, например, он наносит себе порезы или ожоги, или он вызывает у себя рвоту, потому что он болеет булемией, или он сильно ограничивает себя в питании, снижая свой вес до какого-то уже критического минимума. Либо мы имеем дело не с самоповреждающим поведением, а с какими-то уже достаточно сложными проблемами со здоровьем. Например, это ревматоидный артрит, это, например, язвенный колит или болезнь крона. То есть когда телесная симптоматика, она становится настолько явной, что её уже невозможно игнорировать. То есть её до какой-то степени, конечно, можно игнорировать, но, как правило, тогда это всё заканчивается плохо. И мне кажется, когда у клиента есть вот такие вот телесные истории, мы должны очень активно включать это в терапевтический процесс в рамках, например, работы с болевыми симптомами. Есть протоколы работы с болью, терапевтические протоколы, и их можно использовать для того, чтобы помогать клиенту проживать вот эти болевые ощущения. Опять же, будучи специалистом по лечебной физкультуре, я очень часто просто беру какие-то конкретные упражнения. Например, если у меня есть пациент с бронхиальной астмой, мы берём с ним комплекс, который подходит для стабилизации состояния и прорабатываем его в терапевтическом аспекте. То есть вся вот эта физкультура, она на самом деле очень хорошо работает, если человек выполняет её осознанно, включённо, и с ощущением того, что он делает что-то очень важное и нужное для своего здоровья. И поэтому здесь уже появляются комплексы упражнений, которые клиенты могут делать в качестве домашних заданий. Здесь появляется очень большой фокус заботы о себе, о своём теле, что я для него могу делать, например, помимо каких-то физических упражнений. Здесь появляется очень большой фокус внимания на телесных проявлениях дискомфортных и работа с тем, что называется внутренняя картина болезни, потому что к телесным проявлениям у нас всегда будут присоединяться какие-то эмоциональные переживания, какие-то мысли по поводу этого. И телесность становится таким вот очень значимым фактором в работе. И есть ещё один уровень телесности в психотерапевтическом контексте, когда мы говорим о работе с умирающими пациентами. Например, это психологическое сопровождение терминальных пациентов, людей, находящихся, имеющих уже тяжёлые онкологические заболевания, или, например, такие заболевания, как боковой амиотрофический склероз, когда тело умирает, и, естественно, человек умирает вместе с ним. И вот здесь вот работа с телесной конечностью, с телесной смертностью, она начинает очень интенсивно проявляться в терапии. И я недавно прочитала интересную книгу доктора Шепарда, она называется «Неестественные причины». Он всю жизнь работал патологоанатомом, судмедэкспертом. Вот как раз он занимался вскрытием и установлением причин смерти. Это такой вот медицинский нон-фикшн. Но он пишет там одну очень интересную фразу, что в какой-то момент я понял, что смерть – это не момент, смерть – это процесс. И это процесс, который происходит в течение жизни. Конечно, мы можем говорить о том, что этот процесс начинается с момента нашего рождения, но это было бы, наверное, слишком пессимистичным. Но в тот момент, когда смерть становится близко неминуемой, организм, тело проходит ещё какой-то путь, и это постепенный путь, и нам здесь важно быть с клиентом в этом его ощущении. Потому что очень часто такие пациенты сталкиваются с невозможностью говорить об этом. Вокруг близкие находятся не в таком состоянии, чтобы просто контейнировать вот эти чувства по поводу ощущения собственного угасания. И поэтому вот здесь вот такое сопровождение, когда смерть становится третьим участником нашей терапевтической работы, оно, безусловно, очень непростое, но очень важное. И я бы хотела сказать ещё об одном таком интересном аспекте – это телесность терапевта. Потому что когда мы говорим о работе с клиентом и работе с его вопросами по поводу телесности, мы никогда не можем обойти тему того, что у терапевта тоже есть какое-то тело, и клиент может очень по-разному на него реагировать. Очень явно и остро это проявляется, например, в вопросах работы с нарушениями пищевого поведения. Потому что если у клиента есть очень сильная озабоченность по поводу своего внешнего вида, он будет проецировать её на терапевта. И у него будут рождаться фантазии о том, а что делает терапевт для того, чтобы находиться в том теле, в котором он находится, или почему он до сих пор нет. Если у нас… Мы же тоже все терапевты, мы же тоже люди, поэтому мы тоже все телесно очень разные. И клиент может считать, что терапевт недостаточно правильно и хорошо следит за своей телесностью и за своим телом, и он мог бы вот, прежде чем оказывать тут психологическую помощь, снизить вес, сделать подтяжку, кольнуть ботокс и вообще более внимательно относиться. Клиент может переживать зависть по отношению к телесности терапевта, потому что терапевт моложе, стройнее, выше, ниже, у него больше грудь, особенно если он мужчина, меньше. И здесь очень важно на самом деле помогать клиенту обнаруживать эти переживания и выносить их в терапевтическое пространство, потому что если мы работаем с телесностью, мы перестаем быть вот этой неопределенной нейтральной фигурой, которую так важно соблюдать, например, при работе в психоаналитическом подходе. Когда телесность выносится в фокус терапии, тело терапевта тоже там обнаруживается. И вот здесь вот, естественно, с одной стороны терапевту очень важно как-то быть самому в контакте со своим телом и принимать в том числе его какие-то особенности и моменты развития. Но с другой стороны очень важно не бояться обнаруживать вот эти вот чувства клиента по отношению к телесности терапевта и помогать это делать более осознанным. И иногда можно видеть, что у клиентов создается такое идеальное восприятие тела терапевта, когда клиенты, например, меня спрашивают, вы что, никогда не болеете или вы никогда не чувствуете себя плохо. Это невозможно, потому что у меня есть тело, я не святой дух, и я могу чувствовать себя очень по-разному. Но вот эта вот идеальная конструкция телесности терапевта – это то, что тоже важно учитывать в терапевтическом процессе, потому что от таких вот переносов, которые разворачивались в психоаналитическом процессе, на заре психоанализа, сейчас мы приходим к тому, что туда очень интенсивно включается телесность, и важно об этом говорить. Важно, чтобы это тоже было высвечено, а не уходило куда-то в зону неосознанности. И вот вкратце, да, мне было важно в этом докладе сказать об этих уровнях включенности телесности в терапевтические процессы и о том, что нам важно включать ещё и наше собственное тело. И мне бы очень хотелось услышать какие-то ваши вопросы, отклики, может быть, ваш собственный опыт в работе в таком ключе.